Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами человек, который собственным примером воплощает замечательную идею совместного творчества здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это один из основателей коллектива «Революшнс Дэнс» Дуэйн Шонеман. Здравствуйте! Здравствуйте! Дуэйн Шонеман – ветеран военно-морских сил США. Он оказался прикован к инвалидному креслу более 20 лет назад. Тяжелое испытание не только не сломило Дуэйна, но и дало ему новый стимул к жизни. Танцевальная группа «Революшнс Дэнс», созданная Шонеманом в 2005 году, объединила профессиональных танцоров и людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году концертные выступления и мастер-классы этого коллектива собирают полные залы не только у себя на родине, но и в других странах мира. Я знаю, что у вас здесь в Приморье очень насыщенная программа. Были и мастер-классы, и концертные выступления. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, которые вы получили за эти дни. Да, мы замечательно проводим время здесь, во Владивостоке. Мы сделали несколько мастер-классов с разными участниками. Это и дети, и взрослые. Также и на нашем выступлении мы познакомились с людьми разного возраста, у каждого из которых свой жизненный опыт. Но все они были неизменно приветливы с нами, что, конечно, не может не трогать. Скажите, вот я уже в приветственном слове сказала, что вы являетесь основателем коллектива инклюзивного танца. Что в свое время натолкнуло вас на эту идею? Любовь именно к танцу или желание соединить вместе людей из двух категорий? Вообще, когда я только начинал заниматься танцами, я не думал, что захочу организовать коллектив. Меня привлекали именно выступления. Но позже, когда мы решили создавать Revolution Dance, идея была в том, чтобы объединить танцоров из разных категорий. Не только участников с инвалидностью, но и абсолютно здоровых людей. Дать им возможность работать и заниматься творчеством абсолютно на равных. А как собрался тот коллектив единомышленников, который в итоге образовался вокруг вас? Всегда очень важно иметь не только идею, но и людей, которые готовы ее воплощать. Когда мы начинали Revolution Dance, участников было всего лишь двое. Я и еще один танцор. Мы начали выступать в разных местах и постепенно знакомились с другими людьми, которых вдохновил наш пример, и они захотели присоединиться к нашей группе, стать частью коллектива. Вот так естественным образом Revolution Dance стала расширяться. А что касается названия коллектива, то это ваша идея? И что вы в нее в клуб вкладывали? Я выбрал такое название, потому что оно символизирует желание, волю. Именно благодаря нашему желанию мы и планировали осуществить нечто вроде революции в области танца. В том, что есть танец по своей сути. Я знаю, что помимо творчества вы еще очень активно занимаетесь социальной деятельностью и помогаете людям с инвалидностью адаптироваться в обществе, помогаете в поисках работы. Можете рассказать об этой стороне своей жизни, своей деятельности? Важное предназначение нашего коллектива состоит в том, чтобы не просто давать концерты, а еще и знакомиться с людьми из разных сообществ и стараться объединять их между собой, посредством танца и не только. Именно нашу объединяющую роль я и считаю самой важной. Я вдохновляюсь этим. К тому же я не только руководитель ансамбля, но и специалист по трудоустройству. Я помогаю людям с инвалидностью находить работу. В частности, я много общаюсь со взрослыми людьми с диагнозом аутизм и стараюсь помочь им найти такие рабочие места, которые подходили бы для их индивидуальных особенностей, чтобы эта работа была комфортна для них, помогала чувствовать себя самостоятельными и успешными. Я также знаю, что вы в свое время много времени посвящали работе именно с детьми, занимались обучением. Вот почему вас притягивала такая деятельность? Я думаю, что работа с детьми – это не та деятельность, которую я нашел, а которая нашла меня сама. Я помогал своему брату растить его детей, и общение с племянниками очень меня вдохновило. Я стал работать в начальной школе, затем в детском музее. И знаете, очень скоро я обнаружил, что дети способны научить нас любви, состраданию и человечности куда в большей степени, чем мы их обучаем математике, чтению или другим наукам. А если все-таки возвращаться к деятельности Revolution's Dance, как вы считаете, что дает занятие танцами участникам коллектива, и что в свою очередь получают зрители, приобщаясь к таким выступлениям, и понимая, что существует и такое совместное творчество? Что-то меняется в мыслях? Во-первых, я должен сказать, что полностью здоровые танцоры, которые работают с нами, открыли для себя то, что взаимодействие на сцене с людьми в инвалидных колясках или, скажем, на костылях придает движению совершенно иную динамику. Для танцоров такой опыт интересен и привлекателен. Это то, с чем они никогда прежде не сталкивались. Ну а что касается аудитории, когда зрители видят шоу, в котором на равных задействованы танцоры с инвалидностью и обычные танцоры, они получают очень мощное послание, мощный импульс к тому, чтобы строить наше взаимодействие внутри общества на тех же принципах равенства, взаимной поддержки и заботы. А если говорить в целом о таком понятии, как инклюзия, вот вы много путешествуете, как вы считаете, современное общество в принципе старается повернуться лицом к людям с ограниченными возможностями. В этом смысле прогресс нашего общества очевиден? Или в разных странах это варьируется? Да, по своему опыту путешествий в разные страны, я могу сказать, что современное общество пережило настоящую революцию в плане внедрения инклюзии. Куда бы мы ни направились, мы встречаем все больше людей, которые осознают ее важность. Людей, которые стараются помочь инвалидам получить доступ к полной разносторонней жизни. И сами инвалиды, в свою очередь, стремятся к тому, чтобы занять достойное место в обществе. Здесь, во Владивостоке, я встретил людей, которые вкладывают все свои силы в то, чтобы добиться настоящего успеха в жизни, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Для меня это очень отрадно. А если бы вы могли дать совет, скажем, родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, то какой был бы этот совет? Знаете, иногда родители слишком беспокоятся о том, как им общество желает видеть их ребенка, как его оценивают со стороны. Но если вы примете ребенка таким, как он есть, и перестанете беспокоиться о его несовершенстве, это окажет на него только положительное влияние. Это также поможет выстроить доверительные отношения с ребенком, даст ему силы к тому, чтобы состояться по-своему. И, конечно, дети должны расти в любви. Еще я бы посоветовал родителям детей с ограниченными возможностями здоровья не акцентировать внимание на том, чего их ребенок не может сделать. А, напротив, радоваться тому, что он может делать. Даже если сейчас это всего лишь одно умение, в дальнейшем, благодаря вашей вере в ребенка, его способности возрастут вдвое, втрое и так далее. А что касается творчества, вот помимо танцев, вам интересны еще какие-то способы самовыражения? Лично вам? Знаете, когда я преподавал в начальной школе, то с большим удовольствием занимался росписью стен. Брал краски, бумагу и вместе с детьми создавал на стенах фантазии на тему джунглей, космоса и так далее. А совсем недавно я стал брать уроки игры на африканских барабанах и надеюсь однажды выступить в качестве барабанщика на наших танцевальных уроках. А если говорите о какой-то, ну, может быть, миссии, социальной миссии, вы вкладываете ее в свою работу, в свою деятельность? Есть какой-то посыл, который вам хочется донести широкому спектру людей в обществе? Наше послание обществу в том, чтобы поощрять людей проявлять любовь друг к другу и заботиться друг о друге. И если все мы будем делать эти простые вещи, поверьте, большинство наших проблем просто исчезнут. Хорошо, и, наверное, последний мой вопрос. Есть какая-то мечта или какая-то определенная цель, которую вы видите и которой вы идете, занимаясь тем, чем вы занимаетесь? Если говорить о цели, которую я перед собой ставлю, то она, наверное, в том, чтобы знакомиться с новыми сообществами людей в разных странах. И не просто знакомиться, а вдохновлять их собственным примером на то, чтобы они создавали свои собственные программы поддержки людей с инвалидностью. Хотелось бы, чтобы, когда мы уезжаем из того или иного города, наши идеи оставались там. И находились те, кто эти идеи будет воплощать, чтобы такое явление, как инклюзия, развивалось в обществе. Спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, вы и дальше будете вдохновлять людей своей деятельностью, своим творчеством. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!